Михаил Константинович Курака, русский металлург, основатель школы российских доминчиков, член РКП, биография ранние годы МК. Курака родился и провел детские годы близ села Козелье Могилевской губернии в родовом поместье своего деда отставного генерала Арцемовича. Отец Курака был отставной полковник, ветеран севастопольской компании, учился в Полоцком кадетском корпусе на металлургических заводах Юга. Трудовую деятельность начал в 1890 году в доминном цехе Александровского железоделательного и железопрокатного завода Брянского акционерного общества. Был каталем, возил вагонетки с рудой весом около тысячи килограммов, затем работал пробоносом, брал пробы жидкого шлака и чугуна в доминах печей для передачи на ранализ, приобретя опыт, стал подручным горнового. В 1892 году Михаил Константинович перешел на Гданцевский завод в качестве горнового. В 1896 году работал уже сменным мастером на нем, а в 1898 году перешел на Мариупольский завод. В 1900 году Курака работал вобермастером, сменив американца Кеннеди, самостоятельно изучил физику, химию, английский язык. Воспоминания профессора Рубина в Донбассе в 1903 году МК Курака, благодаря незаурядным способностям стал начальником доменного цеха Краматорского металлургического завода. Хотя и не имел специального образования, он был одним из первых русских начальников цеха на заводах Юга России, наводненных иностранными специалистами. С этого же времени он начал конструировать доменные печи. Вскоре появляются Куракинские фурмы, фурменный прибор, желоба, холодильники и другие конструкции, прочно вошедшие во все доменные цехи Юга России. По его чертежам была построена доменная печь с наклоном с киповым подъемником. Это был первый русский подъемник, одновременно и независимо от американского инженера Маккеем. Курака работал над созданием такого калошникового прибора, который бы устранял неправильное распределение сырых материалов при загрузке доменной печи. Эту задачу он успешно разрешил и при постройке новой доменной печи установил свой аппарат, давший положительные результаты. В результате работ Курака произошло принципиальное усовершенствование конструкции доменной печи и технологии доменного процесса. Он впервые в России ввел кладку только из четырех стандартных марок фасонного огнеупорного кирпича, что позволило производить капитальный ремонт печей за 30 до 35 дней вместо от 50 до 60 дней. Введенный М. Курака стандарт четырех марок шамотного кирпича применяется до сих пор почти без изменений. За активное участие в революционных событиях 1905 года был сослан в Вологодскую губернию. После ссылки вернулся в Донбасс на Язовский металлургический завод, где работал помощником начальника доменного цеха, а затем до 1913 года, его начальником на Язовском заводе он создал школу доменщиков, Куракинскую академию, из которой вышли крупные инженеры, профессоры и академики. В 1913-1916 годах М. Курака работал на Янакиевском металлургическом заводе начальником доменного цеха. В 1916-1917 годах вновь работал на Язовском металлургическом заводе в Сибири. В 1917 году, получив предложение от акционерного общества Копикус проектировать и затем строить металлургический завод в Кузнецком бассейне, по замыслу самой крупной в России М. Курака уезжает в Сибирь. Здесь он получил возможность построить первый в России доменный цех с полной механизацией, без каталей, чугунщиков и прочих квалификаций, присущих старым доменным цехам. В Томске руководил проектированием доменного цеха Кузнецкого завода. В 1918 году приступил к составлению книги по конструированию доменных печей, которая была издана в Янакиево уже после его смерти. Во время очередной командировки в Кузнецке М. К. Курака заболел сыпным тифом. Он умер в Кузнецке 8 февраля 1920 года. Похоронен по завещанию в Осиновке Кузнецкого района. В 1947 году был перезахоронен в Кузнецке на верхней колонии. Кузнецкий металлургический комбинат, проектирование которого начинал М. Курака. Был построен в 1929-1936 годах под руководством его ученика и соратника, академика И.П. Бардина. Научная деятельность сконструировал и построил на одной из печей Краматорского завода первый в России механический скиповой подъемник для загрузки шихты. Разработал оригинальную конструкцию горна, которая и поныне применяется на доменных печах. Усовершенствовал фурменный прибор для подачи дутья. Ввел четыре стандартные марки фасона в огнеупорного кирпича, что позволило вдвое сократить продолжительность капитальных ремонтов печей. Публикации. Курака М. План доменного цеха Инакива 1921. Память именем Курака назван один из центральных проспектов Новокузнецка. На доме номер 12 помещена мемориальная табличка «Памятник М. Курака» установлен перед доменным цехом Янакивского металлургического завода в ПОС, Краснополье, близ которого родился М. Курака. Установлен обелиск с памятной доской. В 1966 году Гуриевскому металлургическому заводу присвоено имя М. Курака. Мемориальная доска в честь металлурга конструктора доменных печей М. Курака установлена в Могилеве. Мемориальная доска размещена на доме техники Донецкого металлургического завода. Мемориальная табличка в Краматорске на доме, где жил М. Курака, в период его работы на Краматорском металлургическом заводе. Честь Курака названа улица в Донецке, Инакива, Краматорске, Магнитогорске, Мариуполье, Могилеве, переулок в Липецке. В 1962 году к 90-летию со дня рождения М. Курака в Донецке был выпущен почтовый конверт с его портретом и 23 сентября проводилось гашение почтовой корреспонденции специальным памятным штемпелем. Пантеон могилы М. Курака в Новокузнецке с 1960 года является объектом культурного наследия федерального значения. Отображение в литературе о деятельности М. Курака рассказано в повестях А. Курака и «События одной ночи». Биографическая книга И. Александрова И. Г. Григорьева. Курака вышла в серии «Жезел» в 1939 году. В 1930-е годы А. Бек писал в журнале «Сибирские огни», что хотя М. Курака умер в Кузбассе в 1920 году, именно по его проекту. В 1930-е годы был построен в Кузбассе металлургический комбинат, который сыграл значительную роль в судьбе страны. К тому времени роль Курака была предана забвению и по сути А. Бек вернул его имя в историю русской науки и техники.